в таком виде она нисколько не может зарабатывать шокирующая правда компания марс марс слава богу не надо ехать на эвакуацию подписчики спрашивают тоже что есть что можно сделать ничего нельзя сделать терпите ребята ну ты ему не правда что самое интересное конечно это была ошибка скажем то друзья всем привет сегодня мы находимся в гостях у ребят который занимается грузовой эвакуации очень сложных случаев а иногда даже невозможных компания марс марс сегодня у нас передача чё почем и мы зададим ребятам вопрос какой техникой они владеют сколько они зарабатывают и сколько стоит эта техника друзья вы на канале двигатель бизнес реалити сегодня мы запускаем новую рубрику чё почем в которой будем рассказывать на какой спецтехники можно построить бизнес и сколько вложений и прибыли это может принести первыми к кому мы отправились в гости стали ребята из компании марс марс а поскольку скоро новый год не обошлось без подарок но обо всем по порядку я так понял что это не вся техника которая у вас есть вы сегодня еще в работа ну да 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 у нас работает сейчас две машины наши синие камазы которых у нас есть наемные водители как раз таки и там бизнес а это для души или это тоже мнение не почему но это как бы бизнес тут вот единственный бензиновый урал но он самый последний до вы купили буквально вот вот совсем недавно да совсем недавно купили и ну чем интересна машина что это как урал сам такой первозданном виде 375 раунд погоду выпускает уже 92 года и но он мало чем отличается от того чтобы обедом до тех сам я помню наш с тобой разговор когда ты говорил что будет хочу машину для души хочу чтобы вот развивать оффроуд на грузовиках я тоже болен этой идеи вы купили урал ты прямо рассказал что мы вот взяли будем часто условия даже скатались уже у нас кстати есть это видео на канале да нам в описании очень подробно все расписано какие машины принимали потому что до характеристики они очень важны всегда была развесовка оффроуд на грузовиках это конечно здорово но все-таки это развлечение мы же приехали за другим давай про чё почем в общем первый мы не сегодня решили начать потому что это самый взрослый скажем так самый любимый да или самый любимый вот стоит не а вот нету атаку 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 в общем к нам просто еще это самый последний приобретенный решили начать но чё почем почему-то взяли его за 600 тысяч рублей наработка у него 4 1700 километров ну ни о чем но мне надо понимать что история этих автомобилей всех она там теряется где-то советских военных десятилетиях десятилетиях за до наших дней и мы не можем быть уверены ни в чем однозначно но изначально то что я знаю как по истории этого автомобиля это было чеку кабина очень тесная сейчас можно я залезу для тебя наверно тесновато немножко вот по высоте не пойду ли военные были всегда маленькие но я же для кого-то проектировали же для кого-то и поехал бы на такой на остров рыбачий куда там ребята поехали знаешь я к этому отношусь спокойно я в последнее время вообще мне начали наверное я старею но меня начинают раздражать на торопыги на дороге вот реально вот не знаю вот что такое произошло вот я еду спокойно обычно да вот ну если я никуда не спешу я на своем урале могу ехать 50-55 км час чтобы не слышать этого то есть я встал да я встал в правый ряд я спокойненько еду там что-то какие-то мысли гоняю про себя в голове мне нормально обдумываясь будущие проекты да мне мне комфортно я вот слушай тот роль специально такой огромный да чтобы но тут с рулевым пока не понятно будут каким померить давление хотя плохо да да мне не нравится руль здесь здесь еще масло залито не совсем то что ну короче с рулевым тут есть над чем работаешь это зимнее время наверное зимние каникулы ну да если не будет снегопада и не будут застревать у вас есть чем заняться да у нас всегда есть чем заняться безусловно это интересная машина но если говорить про бизнес то сколько она может заработать в таком виде как бортовая машина портовая но предположит господи тут у тебя есть опыт просто ты с этим связан я вообще с этим не связан даже бою но не могу ничего представить вот я боял я боюсь что в таком виде она нисколько не может зарабатывать либо это надо очень постараться и найти для нее работу то есть вот чтобы она была на внедорожном ходу и чтобы она была но именно ползала там где-то бойца ну размеры кузова ну длина кузова стандартно на короткобазном урале 3 метра 90 сантиметров что ты в нее положишь ты даже даже 6 метровые доски ты в нем вести не сможешь то есть тебе нужно что-то делать переделывать кузов опять же таки ширина кузова это старые кузова они узенькие да даже бытовка по ширине влезает борта у него не откидываются то есть ты что куда-то подвести какие-то раньше вы взяли сумасшедшие непрактичную машину с огромным расходом бензина просто для того чтобы пару раз в году там надеюсь не пару раз году у нас будет и надеюсь что частично хотя бы хотя бы хоть как-то мы какие-то расходы окупим тем что мы а если лебедку поставим лебедка есть вот здесь она же может лебедить как-то быть да практическое применение это автомобиль это кого то есть если куда-то не знаю как вот с точки зрения эвакуации какой-то уазик на лесной дороге где-то он там сдулся у него кончилось сцепление или развалилась коробка там редуктор неважно он может приехать за ним зацепить и вытащить его то есть даже где мой урал не проедет потому что у меня там длинный связь большая масса там и так далее но этот проползет допустим да и за счет превосходства у массе над уазиком он его зацепит и вытащит но это и при единственное такое на на практическое применение которое вот есть и в этой машины если найдешь работу какой там не знаю бочку с соляркой подвозить для где-нибудь каких-нибудь экскаваторов которые там работают где-то но может быть когда вы покупали эту машину у нас были некие конкуренты которые тоже хотели приобрести ну как несложно догадаться это были лесовозники то есть лесовозники любят такие машины вот такие урал и кстати лесовозник конечно же на бензинке тоже не ездят они сюда ставятся самые распространенные это ем за 236 6 до но не турбированный атмосферный и вперед погнали работать до хороший крутой силами да и тогда эта машина себя в принципе окупает почему еще лесовозники любят эти урал и здесь получается трансмиссия заниженная под бензиновый мотор ну и он получается когда ты ставишь туда видеть дизель mz-236 он как трактор такой начинает ползать у него максималки нету как бы да там но он едет вообще до 55 км в час но у него зато запас по тяги на колесах большой потому что у него бензиновая трансмиссия но дизельный мотор на эту машину для души как мы поняли экономической выгоды практически нет никакой только расходы только время но те люди которые с техникой связано они меня поймут сергей меня тоже понимает что есть тот момент когда ты начинаешь думать а зачем я все это дело я хочу у тебя появляется какие-то хобби и ты хочешь этому хобби посвятить оставшееся свободное время вот эта машина это хобби у ребят а мы переместим сейчас к самой рабочей лошадки на сегодняшний момент у ребят которая уже участвовала даже в наших совместных операциях да я помню когда мы вытягивали экскаватор который пролежал год под водой кстати кто еще не посмотрел ролик можете перейти по ссылочке так а мы перемещаемся да многие знают марс марс как компанию способную достать из любого болота безнадежно застрявшую технику но все же основной вид бизнеса у компании другой это грузоперевозки на внедорожных манипуляторах и в этом деле ребята уже очень давно вы партнеры или родственники не но вы просто так много времени все вместе я рассказал в одном из наших видео я с ним прав провожу время больше чем проводил время с двумя своими жены бывшие ныне ну то есть вы заведите 1 года мы вместе вы познакомились и вот просто у вас совместная да да мы познакомились в евро то я пришел с армии он там работал уже в то время из 2001 года мы с ним рука оба куплю он без меня не может ну а я видела тем более что сегодня суббота друзья ребята оба здесь убирают снег водители на выходных а водители на выходных это кстати удивительно поэтому я и задал этот вопрос просто но находиться столько времени вместе в рабочем процессе иногда бывает иногда бывает ненавидел друг друга а где-то глубоко сегодня у нас здесь прям шокирующая правда компания марс марс давайте посмотрим какие машины есть в автопарке ребят давайте посмотрим вашу рабочую лошадку которая прям вот везде уже по-моему побывала ну смотри с вами рабочий аппарат нет он кстати самый свежий из всех наших машин сам рабочий а потому что чаще всех работают нет неправда но вот из этих трех из этих трех безусловно нет просто смотрите сразу хочу сказать что кто планирует какие-то у подобные деятельности капотная машина не очень хорошо подходит для в принципе для манипулятора то есть мы получается там нужно экономить место везде длина да и у тебя получается короткий кузов либо длинная база то есть все-таки надо бороться вот за именно за монтажную длину рамку сейчас есть хорошая альтернатива урал 4320 он как бы по механике он они схожи даст капотной машины но они идут кабины и вы спасете если поменять эту кабину здесь добавится еще опасен там нет ну да да и можно переместить и это уже уже будет уже ближе к делу но опять же таки ничего не бывает ничего универсального на этой машине не из-за того что у нас капотная компоновка у нас сама установка к нему смещена по центру да ближе к центру машины и за счет этого получается передняя ось не перегружен то есть камазы ну любая без капотная машина с тяжелым манипулятором это огромный минус проходимости из-за того что у него перегружена передняя ось очень сильно тяжелую стану ну то есть здесь нужен баланс между аланс до проходимостью и и применяемость и так далее чё почем почем вопрос интересный потому что мы брали саму бортовую машину выбрали новую у дилера мы вам новую этом а это было в двенадцатом году это машина с конвейер если вы купили устану гаража си я даже машин давай давай до борт вы я так полагаю что обрезали борс борс бортом тоже была ситуация интересная дело в том что тогда было какое-то такое время что нужно можно было перегон машины бортовой он как бы как бонусом шоу шоссе стоило дополнительных денег как-то перегон очень хитрая политика была у дилера и поэтому все кто почти спецтехник убрал машину брали бортовую а борта потом скидывали у них вот там целая гора этих портов было который нам отдали подсоединяем давали чем фасе ну было как то вот практически так же потому что российские реалии это вот тогда могу я не знаю как суть в том что бортов было до хрена и вот этот борт который мы видим вот здесь он собран из двух бортов других нам нужно было вот эту стойку оставить вот здесь что не ограничивать ход колеса перед тогда и мы подпилили вот здесь а сюда наоборот приварили от другого борта то есть единственное что здесь вот как бы родное вот это это вот этот пролёт тот пролет отрезан а здесь от другого борта на 100 от другого кузова наставлю брали мы эту машину за 2 миллиона 150 вот это как раз а давай в долларах потому что очень правильно поправляет ребята ли зачем в рублях считаю надо обесценивать все правильно до долларах считать ну давай в евро до год рублей 40 до 40 рублей 54 тысячи евро ну евро за 4000 евро и получается что вот сам манипулятор да так он примерно где-то ровнее равняется стоимости машин ну тогда равнялся то есть но дело в том что это этот кран на тот момент уже отработал у нас на камазе в течение пяти лет то есть мы поставили с камаза переставили сюда да то есть мы не мы не мы не покупали но мы давай посчитаем сколько она в собранном уже могла стоить то есть мы условно 100 тысяч евро включать туда сколько у нас курс на сегодняшний день 91 рубль практически умножить на 91 товарищи 9 лямов на сегодняшний день стоимость этой машины сразу хочу сказать опять же такие какие опции должны быть на манипуляторе ну мы выяснили что как бы грузоподъемный момент это вот 20 и выше до эффективный стрела от 10 ну 10-12 метров до темально да и самая главная опция это радиоуправление просто джойстик да да это очень сильно расширяет ваши возможности и еще из-за полезных опций обязательно ставьте всегда ставьте и кулеры на охлаждение всегда да потому что это работать это продлевает срок службы гидравлики облегчает условия работы позволяет вам работать без остановок даже в жаркое время года и не так быстро масло старится уже не горит да да и самое главное еще тоже свет всегда лучше вот чтобы из доп. опций свет берите всегда по модернизации этой машины хочу сразу сказать что здесь еще было сделано это не все вложения здесь была установлена передняя лебедка когда вы отдыхаете слава богу не надо ехать на эвакуацию серьезного чек позвонил сказал меня вытащил трактор здесь была установлена лебедка которая очень часто нам облегчало жизнь потому что эту машину мы действительно отправляем в такие места куда мы камазы не отправляем и опять же говорить в евро то такая гидра лебедка стоит стоило тогда по моему мы брали ее порядка 100 тысяч рублей сейчас она по-моему стоит сто восемьдесят сто девяносто как то так ну то есть это сколько получается 2000 евро да но где-то так две тысячи ну две две с половиной может пищи евро до 100 и еще самое главное что мы езди на этой машине сразу взяли как новую взяли мы поменяли все редуктора на новую машину даже на новой на новой машине был принялись редуктора потому что опять же таки это политика завода я считаю абсолютно неправильно если мы не могли купить машину со скоростными редукторами а так как мы знали что мы урал будем эксплуатировать не где-то там на делянках не где-то на прицепы таскать какие-то реже да у нас будут большие перегоны давай про деньги сколько зарабатывает такая машина сколько на ней можно заработать но допустим при нормальной загрузке мы не говорим про выезд раз в год там про нормальной загрузки там не на этом 20-15 смен я могу сказать что схема которую я обычно говорил всем на подобный вопрос как отвечал она в принципе никак не поменялось 200000 вказ грязный это неудовлетворительный но согласие триста тысяч но как в школе знаешь два три четыре пять вот триста тысяч это результат удовлетворительный ты как-то сможешь сводить концы с концами что-то ты сможешь там выделять для чего-то как-то машину обслуживать там что-то чтобы это как-то на плаву держалась 400000 касс это уже результат хороший 500000 ты примем его как отлично мы работаем от пол смены ну либо 3000 либо от трех часов вот конкретно мы работаем от трех часов многие работают минималка четыре часа соответственно прибавляют еще час подачи но опять же таки это строго оговоренные вот какие-то такие небольшие условия рамки по территориально если мы говорим про наличку при стоимости часа две с половиной тысячи рублей таким образом минимальный заказ выходит их три рабочих часа плюс час подачи это десять тысяч рублей то есть как бы мы выезжаем на работы от десяти тысяч это кроме роминой машины ромина машина она выезжает чуть дороже еще одна немаленькая статья расходов это внедорожная резина которую приходится менять довольно часто 19 500 6 а их колес здесь сколько 6 6 но это дешево 19 500 всего это дешевое колесо но вазе новая да на камазе 33 просто колесо стоит но опять же таки это колесо ходит 40 тысяч камазе сухой же входит до 150 тысяч ну почему нет больше сотки ну то есть прям хорошая елочка там да ну там она опять же не бывает ничего универсального это больше это диагональная конструкция и это более злой протектор с меньшей площади грунтозацеп он изнашивается быстрее там радиальная конструкция с металлопортом она не так работает хорошо на бездорожье у нее меньше площадь до на нас больше ходит на асфальт прям новые это новые коллекции и им им месяцами но внедорожные качества них похоже как раз здесь появляется один условно говоря там да я не бывают вот без этого вот без этих под крайна вот а бывает вот такие но это самое скажем так максимально асфальтовая из вездеходных есть разные типы резины но плюс-минус они по расходу на километр наверное если ставить ураловскую эту то есть более вездеходная вот а ураловская она стоит дешевле но она зато ходит меньше а вот это она стоит дороже то есть это стоит 19 половина это стоит уже 33 по моему за колесо но она ходит зато там два с половиной раза больше ну как бы то на то и я думаю что даже вот это она по экономически даже выгоднее то ездит опять же про универсальность если говорить то это колесо более универсально но даже экономически выгодно использовать и плюс к этому расход топлива еще на она экономит потому что радиальная металлокорд конструкция радиальная диагональная резина ты сразу процентов 5-6 относительно по конструкции проигрываешь по расходу топлива вот и шумность комфортность шумность комфортность тоже да на этой резине получше ну я бы не сказал что она особо комфортно именно вот по всяким вот этим прыжкам когда водитель вездехода вот так все время едет на камазе вот поэтому как ни крути вот подписчики спрашивают тоже что есть что можно сделать ничего нельзя сделать терпите ребята как вы поняли основные рабочие машины у компании марс-марс это камазы насколько отличается стоимость их владение от урала если мы говорим про вложение но условно говоря стоимость конкретно этой машины синий у нее манипулятор смотри манипуляторы мы уже определили они манипуляторы плюс-минус одинаковые осталось определиться по цене разница по камазу камаз был насколько я знаю всегда чуть чуть дороже процентов на 10 вот сейчас новый камаз вот такой стоит 4 600 вот бортовая машина если это заводская вот как бы комплектация взяты на заводе если это лебедка вес она есть да ну вообще заднюю нету задняя штатная лебедка да то есть если штатная вот бортовая машина мне тут тоже подписчик недавно вот также хочет заняться бизнесом из орла звонил созванивался также мы вот вели разговор и он мне говорит ну смотри горит машина бортовая стоит 4 600 даже какие 4 600 я говорю смотрел там говорю время быстро летит на на года два прошло игру 3 600 он говорит нет нет время быстро 4 600 вот я конечно сам немножко обалдел ну вот реально сейчас камаз бортовой с лебедкой стоит 4 600 и дальше прибавляем все те же 40 тысяч евро 40 тысяч евро это 45 это нужно понимать что это либо переоборудование либо это ну все равно любом случае ты тратишься на еще на сам работу по установке это же не бесплатно надо плюс документально оформить сделать подранник те те же условно 9 миллионов в общем ну получается что так мы уже вплотную приблизились к стоимости в 10 миллионов но как говорится эта машина это тот минимум который нужен для того чтобы вы могли универсально выполнять были большую часть заказа но нет предела совершенству это только начало как говорится то базовую если мы посмотрим что-то более серьезное интересное то тогда нужно смотреть мы увидим машину робо да у него стоят пары нет еще не надо делать нет мы их сносим обветки nordic light ну как-то жалко да вот вот эта машина здесь получается уже у нас манипулятор можешь вот я смотрю такой добротный и смотри здесь уже бесконечный поворот колонна вот он сделан немножко редуктор по центру стоит редуктор да 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 и здесь нету шлангов то есть там есть коллектор он может крутиться бесконечное количество раз вокруг это по сути башня экскаватора ну по сути фактически похоже что то если я сравнивать со своими как я все время на строительную технику возможности этого манипулятора они конечно намного превосходят здесь все получается практически ну процентов на 25 экран мощней а это да поверьте это не это немало это даже вот просто разлета у триггеров ну шесть четыреста между крайними точками плюс еще задние 4 600 то есть опорный контур уже такой у него четыре триггера задняя у триггерная балка то есть причем она не просто под себя опускается так тоже делали за лесу бестолковую да она вот именно выезжает стороны причем общий разлет 4 600 это тоже немало применен такой подрамник у нас сплошной и подрамник и кузова и подрамник рамы и подрамник крана это по сути дела одинаковый музыка назовем такого на драму он все-таки стоит на драмы и здесь вот уже погрузочная высота она маленькая да здесь то есть контейнер вот морской контейнер 260 он встает габарит и мы не превышаем 4 метра транспорта я поэтому и заметил что здесь такая интересная арки сделана выпила на здесь из-за того что пришлось ограничить вот у нас ход задних колес именно потому что мы опускали платформу под перевозку контейнер то есть вот так ограничить ход и между да 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 и смотри для проходимости для проходимости это конечно минус но здесь есть межколесная блокировка задних мостов и в принципе как бы ну она решает вопросы ну давайте вот раз мы рассмотрим бюджет этого автомобиля здесь получаем я посчитаю когда покупали покупали камаз десятого кран 13 только ждал камаз долларов евро так как все то же самое примерно это года то примерно те же самые это получается 8 моего брат 18 это в десятом году он стоит 18 миллионов за 40 40 тысяч евро на также доход но давай хорошо 40 тыс евро до 40 тысяч вот самое интересное сколько вот это вот здесь я вижу кулер для масла доставить но ты до прибавь туда сразу переоборудовать 8 тыс прибавь кузов это изготовление кузова оригинального это еще восемь тысяч евро но это был бы тогда вот здесь надстройка полностью стоит семьдесят две тысячи до семьдесят две тысячи евро так как ты правильно сказал еще работы по ну перри оборудовки при оборудовании да это еще где-то тогда то 200000 стоило а тут еще мы поставили подалься ну для того чтобы подключить этот кран для него надо от 100 до 120 литров масла в минуту ставил насос ставить такой насос сбоку на коробку нельзя просто оторвет скажем крепление новую часть кого колокола коробки у нас было два решения этой правы два момента как мы могли решить эту проблему либо мы устраняем лебедку в нашем деле без лебедки никак либо намного дороже но правильный мы ставим сплиттер это некая коробка которая имеет один вход и два выхода на один выход мы вешаем лебедку а второе мы вешаем дополнительный насос и тут два насоса на этой машине вот сам этот сплиттер стоил еще с 900 евро и 1000 евро стоил то есть вот еще 1000 евро депресса монтажной работы до дополнительная коробка плюс монтажные работы как 200 тогда было это 4000 по сути дела но еще пятак прибавляет и того получается где-то 17000 евро 17 у меня получилось но 10 600 но наверное 11 это будет справедливо с учетом там вложенных сил и тогда то есть 11 миллионов стоит вот такой вот камаз сколько она стоит в аренду 3 плюс один тоже или 4 плюс один нет 3 плюс один она стоит цена минимального заказа в городе это 11000 наличными до час городской подачи три часа работы в чем город имеет на загорскала среде обрезнали просто ты тогда сереж тоже говорил в наличке а в безнаде просто цена санды обидно сколько на 20 процентов но безнадо это выложится до конечность плюс 20 процентов той цене когда мы делаем был мы делаем он небольшую скидку и бонус для наших клиентов мы прибавляем 15 процентов но это получается в нашем случае это один из 500 в твоем да а в твоем получается 11 плюс 15 процент почему 11 так 11 плюс 12 650 но грубля там 12 700 за 3 плюс 1 но так но так да но понятные копейки дети плачут гайпа почему так мало ну ты еще же должен понимать что мы на не каждый день на объектах работаем доставки более интересно в этом плане а теперь самое интересное поговорим про эвакуацию ведь именно эта деятельность принесла марс-марсу известность и мы также смогли оценить работу ребят как построить на эвакуации успешный бизнес узнаем прямо сейчас друзья мы плавно перемещаемся начинает темнеть и сейчас мы как раз переходим к второй ветви скажем так деятельности ребят которые принесла популярность наверное на сегодняшний момент ребята на оба как раз ребята нам сегодня показали свою кнопочку которая к ним пришла на 100 тысяч подписчиков сейчас уже почти 160 в общем то это как раз внедорожная эвакуация сложные случаи практически безнадежные мы на себе уже испытали профессионализм ребят сзади стоит машина который готовит ребята сколько лет вы готовите ну ладно ну активно скажем так мы год ей занимаемся но мы нельзя торопиться до нервничать мы как ну катастрофически конечно не хватает времени и рук да и рук и получается что мы иногда вот ее раз там поставили два-три месяца к ней вообще не подходит но сейчас мы закончили все работы по шасси скажем так сейчас начинаем начинается у нас конструирование лебедок все упирается как финансы можно пойти купить готовую шведскую лебедку за 4 миллиона до поставить ее и радоваться жизни но для это не наш метод не наш путь мы ставим здесь ребятку от артиллерийского тягача т.с. 59 очень часто люди присылают на авито мне скидки на эту же лебедку но на она у нас уже давно куплено единственное естественно она там немножко чуть-чуть сломана вот нам предстоит сейчас я восстановить сделать а купили мы ее за него очень небольшие деньги вот поэтому есть смысл разворачиваться это поделать вот ну и еще самое основное это мы хотим сделать вспомогательную любят по облегчить себе скажем так задачу когда приходится носить кучу вот этих тросов растягивать затягивать подтянул да сделал делаем вспомогательную любят пустойненьким тросом и вот ее мы тоже делаем на базе наверно камазовский любят кубана делать вот ну ее будет нужно радикально переработать если говорить про чё почем но смотрите а рассматривать туда вопросы за сколько мы его взяли для начала мы взяли его за эта машина 2007 года служила она как видно по номерам у нас ингушетия по моему 0 6 до регион вот и она конечно поездила то есть вот не было такого что она стояла на консервации нет она работала то здесь все видно по выработке мы раздатку здесь поменяли потому что раздатка еще в хлам было просто мы я ее разбирал избирал какой-то момент я увидел уже расколотый корпус и в результате просто закончилась заменой раздатка то есть мы здесь заменили все редуктора помните нашу историю у нас были редуктора мы сюда вкатили мосты с блокировками потому что почему-то они были без блокировок хотя за армейская машина до перебрали получается все мосты ски передний редуктор тоже поставили с моей машины новый кстати тяговые редуктора как большим колесам как нельзя лучше подходит то есть чем у нас больше растет диаметр колеса тем больше у нас хочется тяговый редуктор у нас как раз они были я смотрю колеса здесь 3 типа и они самые широкие наверное да это колеса вообще не 159 это колеса с ракетовоза зил 135 вот под них мы делали специальные диски на заводе заказывали увеличить чуть увеличенным вылетом вот это вот это вот эта часть она чуть-чуть выдвинута сюда чтобы колесо не задевала внутри вот за эту тягу да про при 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 хотя вот много видно новых деталей да я смотрю поставленная выхлопная часть прямо потом начинать перечислять рулевая артики новые рулевая амортизаторы я поэтому карданы новые и кажется что она прям новая она это потому что основная пола поэтому кажется что она новая и почем мы вы взяли бы на 1 миллион 300 мы взяли машину и он 300 миллион 300 потому что у нее были документы но миллион 300 кому да он 300 кому правда точно так же весь раздолбанный нам еще предстоит его восстанавливать там трубки менять все шланги менять трубки там оторваны трубки какие-то приварены все это на соплях это мы будем еще делать самая ценная часть этой машины это вот эти вот а у триггер которые он втыкает землю вот эти сад стрелы монитор это все сделано землю эти отвалы 2 за счет этого он обеспечивает свое нас теперь его надо будет прикапывать да а там получается кузов для и там будет лебедка да там будет ну идея какая тут будет но вот лебедка я полагаю что она должна быть это вот тут лебедка прям вот где-то тут по центру до 1 рабочие лебедка его она и останется вообще наша идея какая чтобы мы вот ту рабочую основную лебедку поставили над этой вот здесь до между почему важно иметь две лебедки потому что иногда приходится придерживать пример ты экскаватор тянешь а он еще пытается опрокинуться у тебя да и тебе получается нужно две независимые лебедки чтобы его придерживать и чтобы максимально опять же машина была универсальна что касается вспомогательные лебедки она где-то мы подумаем она где-то вот тоже будет вот там может зари на площадке стоять она ее задача просто вытащить трос из основной лебедки и либо собрать полиспасный трос вот здесь у нас планируется катушка большая на 300 метров полиспасного троса когда ты можешь из отдельного куска 300 метрового троса собрать какой-то уже серьезно то есть а у меня вопрос вот эта лебедка она привод от чего идет здесь это будет гидромотор сейчас я тебе покажу пойдем такой гидромотор вот будет его раскручивать эту лебедку здесь от получается она призывается тогда муфта на мухты сейчас не туда нас через резиновые такие пальцы обрезиненные сюда вставляются ну вот ну это пока мы сами еще толком не знаем как ну естественно через мухту а как это точно будет все пока будет видно пока не могу сказать точно чем интересна эта лебедка у нее так как она предназначена для работы от коленвала коленвал это высокие обороты то есть если штатно там ураловская лебедка у нас работает от раздат от раздатки на задней передаче получается обороты двигателя делим на передачное отношение задней передачи ну там 5 примеру да то есть ты работаешь где-то на 1000 а лебедка у тебя крутится 200 все то здесь соответственно это обороты двигателя это от рекомендуемые от 1000 до 1300 при работе это хорошо или плохо по моему это даже но это слишком быстро ну как замедлять так дело в том что я не надо замедлять в общем она внутри замедленно если штатная лебедка ураловская 30 замедления то в ней 120 внутри никаких червячных передач гидрораспределитель мы пока не знаем как это будет точно в идеале это как на манипуляторе когда у тебя во первых это будет радиоуправление радиоканал и да и самое самое правильное это когда ты у тебя сделано так же как на манипуляторе то есть есть клавиша который ты чуть чуть-чуть нажал да у нас ну примерно так вот с нечего и потом ты больше прожимаешь она хоть до макс прогрессивное радиоуправление гидрораспределителем это это вот этот топ вообще но это дорого это дорого да это прям супер дорого это предположить сколько суши но я могу тискать то что мы интересовались этим не за выше там 8 секций пусть и вот играешь про распределитель да это полторашка минимум 12 стоило где-то ну где-то это это в районе это в районе от миллиона да мы будем стремиться сделать на пропорциональном радиоуправлении если мы найдем что-то бушку но за адекват за адекватные деньги или разобрать манипулятор или продать а у меня подожди у меня 8 секций на ручное переводить перейдем к цифрам посчитаем примерный бюджет постройки такой машины и разберемся сколько денег может принести бизнес по спасению застрявшей техники машина миллион миллион три с миллион триста лебедка не подожди тут а да там же еще передняя лебедка мы еще переднюю лебедку поставили так же как на моем урале но это еще четыре получает столько две тысячи лет давай считаем у меня получилось 1 480 плюс лебедка как раз лебедка которая там мы ее взяли вообще по за 30 тысяч рублей не знаю чем о цене металла даже металла это просто повезло но вообще такие лебедки где-то в районе 100 100 сотня так плюс уже что-то там делали да конечно мы купили комплект колес за 160 тысяч рублей до 8 штук и диски на и диски потом значит мы разносили заднюю тележку немножко меняли это получается еще 60 тысяч тяги разносили тележку потом значит за 50000 купили за 60 тысяч купили новую раздатку до до новая раздатка потом значит редуктора у нас были а еще тысяч стоят а мы новые чулки купили дать для мостов и мосты переделывают лакушка душка до слушай но вот заключительный этап это гидравлические компоненты ну хотя мы ложится хотим уложиться а еще же мы будем ремонт кому ремонт кому переделка надстройки возможно ее придется приподнимать так тушь и но хотелось бы уложиться в полтора миллиона ну сколько получилось от 3550 3550 слушай это я хочу сказать не не очень большие деньги ну слушай для такой машины это во-первых ее уникальность ну да это просто хорошо сколько можно зарабатывать на такой машине понятно что это все творческие процессы и прям таких прайсовых цен наверное не существует но есть какой-то меню может быть есть какой-то максимум диапазон от и вот максимально дорогая цена за которую вы делали у вас значит ситуация такая сейчас на на рынке скажем этих услуг конкуренция все-таки есть это везде она есть никуда не деться наша основная задача сейчас если у нас сейчас эвакуации проходит от 50 до 300 тысяч в среднем тогда правда в зависимости от сложности это небольшие деньги потому что тут и трудозатраты большие и тарел и такелаж все это изнашивается все это рвется приходит в негодность то есть и опять же эксплуатируется если с точки зрения бизнеса ты как говорится замороженные деньги то есть убил ложился сейчас непонятно когда будет эвакуация когда и вот те такая именно цепь понадобится можно типа она должна быть она должна быть как ты помнишь да у вас конечно майские праздники надо до разины не работают выходные да то есть и ты получается от тебя понадобится может завтра может найти через три года там понадобится первый раз то есть вот такие вещи отсюда формируется эта цена и она поверьте эта цена она невысокая сейчас пока это на энтузиазме вообще пока все это движется то есть как бы там цифры цифры как бы там кому-то не казались как большими они звучали на данный момент у нас задача несколько иная мы хотим снизить свои трудозатраты то есть мы хотим работать быстрее более эффективно пускай за те же деньги вот в чем задача основная составитом вы делаете этому да поэтому мы делаем потому что мы хотим этим заниматься мы не хотим бросать нам это интересно нас это воодушевляет и есть вот не совсем скажем так умные люди которые там пишут в комментариях хочу вы там сделали вы за вас все сделал экскаватором 100-тонным экскаватором этим экраном нет даже не в этом дело типа у вас ничего там своего нету кроме тросов вот если вы делали работу под ключ ну что мне для этого экскаватор надо купить это глупо экскаватор стоит его можно в конце концов на не зачем чтобы он меня работал там раз в месяц куда-то там выезжать а если даже если ты купишь свой экскаватор у тебя получится так что ты сдашь его куда-то в аренду тут какая-то эвакуация а то оттуда и ты его не выйдешь потому что я там на работе стоит ну то есть наверное это было бы неплохо иметь свой экскаватор для эвакуации и быть абсолютно вообще ни от кого независимым потому что когда ты нанимаешь экскаватор некая нервозность все равно возникает быстрее 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 блин экскаватор стоит у нас доходило до смешного у нас я пытаюсь и всегда отстраниться от этого но я увидел один раз вот такую ситуацию на эвакуации когда мы зацепили все и там стемнело не успели по какой-то причине сделать и звонят звонят хозяин экскаватора и говорят мы экскаватор вот здесь оставляем мы же как бы типа договаривались что там будет не одна смена не вопрос оставляем конечно давно у нас же есть договор он говорит да только говорит экскаватор поставьте там на горе хозяин хозяин заказчик объясняет мы не можем поставить на горе мы уже за него зацепили он будет типа будет работать что нет он не будет работать он просто оставьте вот здесь не надо его ставить вот туда за 50 метров поставьте его здесь он говорит ну не вопрос тогда оплачиваете смену про еще 20 тысяч до типа он работает ну заказчик объясняет он не работает ваш экскаватор сейчас идет домой спать как не полагается отдыхать нет человек за человек запросил 20 тысяч за то что экскаватор просто стоял вот не здесь не вот здесь а в 20 метрах от этого места знаешь это тот самый случай когда человек воспользовался ситуацией в том что она была безвыходной для тех кто есть еще одна машина созданная специально для эвакуации но с ней все совсем неоднозначно как родилась вообще идея вот создание этой машины это просто элементарно как мы хотели предоставлять полный спектр услуг и когда говорят вы можете эту работу сделать и мы понимаем что мы должны отказать просто потому что то по габаритам большая техника не проезжает но по ним и как бы ну вот чтобы закончить уже с этим вопросом был вот этот уазик сделан да он может многое но с коммерческой точки зрения этот проект он себя не оправдывает опять же вот именно вот этот уазик мы обязаны были вы сделать тут техническим дворством немножко занимались дело в том что лебедка вот это 28 вольтовая ну 24 вольта и точнее до 24 ну 24-28 когда вот и стояли сделать сделали мы под нее генератор вот такой вот генератор от автобуса и лифановский двигатель на 15 лошадиных сил сделали такой пульт управления да и два вот маленьких аккумулятора ну небольших там семидесятки и такая вот схема она позволяет этой лебедки работать очень долго и без просадки напряжения ну то есть как бы можно запустить там через кучу полиспластов когда у вас большой расход труса идет приходится тянуть ну мы вот доставали колесный трактор со дна озера на этой лебедкой этой лебедкой а какой ему за 6 он был без навески по-моему да тогда еще колесо откираться сзади он лед чистил мы поставили сюда дифференциалы повышенного трения типа как газ-66 но там конструкция немножко другие вот но суть тоже до колеса с двойным бедлоком в принципе вот это разборное колесо она была штатная фирмы айти лап московской фирмы не знаю говорят сейчас ее уже нету этой фирмы а может быть она еще есть но тем не менее вот это колесо с двойным бедлоком обеспечивает то что вот эта резина силе силер 33 до силер стоун на нулях 30 можно можно доехать вот ну машина кстати получилось очень тяжелая вот и вот вес этой машины 2440 да 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 здесь ну здесь она и шумка проклеена потому что она все-таки ну сделано для того чтобы более-менее можно было ехать и те 1 на уши не давило потому что эвакуация это бывает 100 километров веришь куда-то всегда люди куда-то там засаживания городе общая стоимость постройки этого уазика составила примерно полтора миллиона рублей но по факту это оказались в пустую потраченные деньги ведь даже при продаже эта машина себя не окупит ну ты его не продаж за это раз вот что самое интересное конечно поэтому вы говорите что это проект пока себя нет нет это себя никогда не это вопрос на хуа это была ошибка скажем то друзья на сегодня у нас была пыль пылевая точнее снежная так скажем в полях выпуск про технику ребят чё почем теперь все знают сколько стоит эвакуация и можете рассчитывать исходя из этого а уже про проблемы про итоги года и все что касаемо рынка аренды спецтехники об этом обо всем мы поговорим скоро с ребятами в новых выпусках сегодня с ними прощаемся поздравляем с наступающим новым годом и даже поздравляем за ним не увидимся уже сюда творческих и коммерческих да вот кстати говоря очень важно чтобы творческий и коммерческий слив вместе ну или хотя бы как-то где-то пересекались да потому что разводов много а вот всегда эффективно вот пожалуйста пример да а мы с вами прощаемся друзья все кто не подписан на канал ребят марс-марс ссылочка в описании проходим подписываемся те кто не подписан на наш канал двигатель тоже подписываемся я с вами прощаюсь до новых встреч увидимся в новом году друзья пишите в комментариях как вам новый формат и обязательно ждите продолжение этой истории а мы поздравляем вас с наступающим 2021 годом желаем здоровью вам и вашим близким счастья и достатка до новых встреч увидимся пока